Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефон, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант, аналитика Денис Гардашева-Калина. Если вам по какой-то причине, например, оказалось неудобное время проведения нашей встречи или вы не смогли досмотреть до конца, то в этом случае вы можете вернуться немного позже на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, соответственно, вы сможете посмотреть и текущую встречу, возможно, еще что-то вас заинтересует. У нас там достаточно много информации, так что милости просим. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена новым документам, которые вступили, вернее, уже в СИО с 22 июля этого года. На самом деле достаточно много сейчас выходит новых документов и, собственно, часть из них больше устраняет противоречия между теми документами, которые действовали ранее. Но часть, естественно, регулирует изменения в законодательстве, в налогообложении и так далее. Если, например, вы попали под действие каких-то сложных ситуаций и так далее, то у вас есть возможность подать в Социальный фонд России. Напомню, это объединенный фонд, который объединил и Пенсионный фонд, и ФСС. То есть вы можете подать заявление об отсрочке. В каких случаях и как конкретно это сделать, мы с вами сегодня поговорим. И плюс были приняты новые формы документов, которые будут применяться для проверки работодателей. То есть фактически это документы, которые заменяют ранее действующие. И мы тоже об этом сегодня поговорим. Ну и, естественно, мы с вами поговорим еще про дополнительные сервисы и про отчеты. Как будет строиться наша сегодняшняя встреча. Формативные материалы мы будем показывать на слайдах. И параллельно будем переключаться на демо-базу. Сейчас я переключусь туда. На демо-базу по заработной плате ZUB. Смотреть мы с вами ее будем на версии проф. И, соответственно, будем попутно говорить еще про некоторые тонкости. Теперь мы снова возвращаемся к нашим слайдикам. И поговорим вот о чем. То есть в каких случаях мы можем воспользоваться правом на предоставление отсрочки. По страховым взносам. То есть поскольку у нас с 1 января 2023 года у нас действует СФР. То есть социальный фонд России, который объединил пенсионный фонд и социальный фонд. То пришлось обновлять и некоторые утвержденные формы документов. Так приказ вышел от 5 июня номер 980, который и вводит в действие с 22 июля 2023 года новый бланк заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате страховых взносов. Но не всех, обратите внимание, а только на травматизм. Тем не менее, новую форму вы видите на экране. То есть это заявление, которое подается в СФР и дает вам право использовать, например, рассрочку или отсрочку платежей. Ну, соответственно, он требует, кроме того, чтобы подать саму заявление, приложить к нему еще дополнительные документы. Само по себе заявление у нас как бы не полный пакет. И к заявлению имеется два приложения. Первое приложение – это график погашения задолженности. То есть, соответственно, его нужно предоставить, как вы хотите запросить, то есть на каких условиях, какую рассрочку или указать сумму на что вы хотите получить такую преференцию. И второе приложение – это обязательства о соблюдении условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки. Собственно, сами по себе формы, они есть, и их можно использовать при обмене. Например, если вы используете сервис 1С отчетность или другие виды взаимодействия с фискальными органами, то, соответственно, получается, что вы должны подать саму форму заявления, то есть заявление заполнить по новой форме, предоставить график погашения задолженности и подписать обязательства о соблюдении условий. Здесь есть несколько моментов, которые обязательно надо учитывать. То есть попросить рассрочку или отсрочку мы можем только, как я уже сказала, на травматизм. То есть мы можем попросить отсрочку взносов на травматизм, пении по этим взносам и штрафов, если они были начислены. Но при этом необходимо указать условия, на основании чего вам должна быть предоставлена такая льгота. Соответственно, в этом случае у нас действует вот такой перечень, которую вы видите на экране. То есть если вам причинен ущерб в результате каких-то стихийных бедствий, какой-либо технологической катастрофы или других форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы, которые действуют независимо от нашего желания. Если, например, вы являетесь государственным, муниципальным образованием и у вас идет целевое финансирование, то, соответственно, в связи с непредоставлением или несвоевременным и неполным предоставлением финансирования из бюджета. Ну и также это сезонный характер производства. Если, например, он у вас зафиксирован в других документах, местных, локальных актах, то, соответственно, это тоже нужно будет указать. Но кроме того, что вы подали, как я уже говорила, заявление с приложением, с двумя приложениями, нужно учитывать, что к заявлению прилагаются в зависимости от ее основания дополнительные документы, которые подтверждают перечисленные выше подробности. И, собственно говоря, предыдущие акты, которые у нас действовали, и формы документов с этого момента недействительны, и нужно использовать вот эти новые документы. Пенсионный фонд и фонд социального страхования, то есть Объединенный фонд СФР, утвердил новые формы решений и актов, которые сопровождают, например, проверки работодателей в рамках контроля за полнотой и своевременностью уплаты взносов на травматизм. Чем для нас, скажем так, опасны взносы на травматизм? Напомню, что если у вас применяется какой-то тариф взносов, и у вас произошел страховой случай, ну, например, какая-то травма на производстве, то кроме того, что вы должны оформить надлежащие документы, вы теряете право на применение того тарифа, который был у вас ранее, и вам назначается повышенный тариф для начисления взносов. Ну и, соответственно, поскольку Социальный фонд России это новый Объединенный фонд, то, соответственно, и формы документов, которыми сопровождаются те или иные действия нового фонда, тоже теперь будут новые. То есть вы видите перечень документов, вот он у нас указан, какими будут сопровождаться теперь определенные действия. То есть, ну, во-первых, это документ о проведении выездной проверки. Если она проводится у вас, и раньше проверки происходили либо пенсионным фондом, либо совместно пенсионный фонд и социальный страх. Например, если по какой-то причине выездная проверка приостанавливается, то в этом случае тоже теперь принята новая форма документа о приостановлении и проведении выездной проверки. Ну, как вы знаете, есть конкретный перечень случаев, в которых это может быть применено, и уже вам должны проверяющие органы предоставить эти документы по новой форме. Ну, соответственно, если есть приостановление, то, соответственно, есть и возобновление выездной проверки. Следующий документ – это продление сроков предоставления документов. Если было обнаружено какое-то нарушение, то, соответственно, о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушений, которое было выявлено в ходе проведения проверки. И о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушений. То есть, в принципе, такие документы составлялись и ранее, только может быть немножко по другой форме. То есть вот эта часть, это более техническая, если можно так сказать, то есть приведение к соответствию с действующим законодательством, начиная от того, что указываются новые реквизиты СФР и, собственно говоря, новые ссылки на новые регулирующие документы. Следующий момент, который надо учитывать обязательно, то есть, ну, естественно, здесь еще перечислены документы об отказе в привлечении страхователя к ответственности и о возмещении излишне понесенных расходов. Вот это, скажем так, самая приятная форма в этом случае. И решение об отмене решения о назначении и выплате обеспечения по соц. страхованию. Ну, сейчас, поскольку у нас с вами действуют прямые выплаты, то такое решение уже, ну, скажем так, будет применяться гораздо реже. И, как я уже говорила, в соответствии с принятием этого решения, документы, которые были утверждены предыдущими приказами, 593, например, и номер 9, упразднены. То есть, те формы, которые вот мы с вами сейчас посмотрели, они, соответственно, теперь являются единственно верными, единственно действующими. Мы с вами сегодня смотрим, будем смотреть, вернее, примеры на базе конфигурации ЗУП, то есть зарплаты управления персоналом. И здесь хочу сразу отметить, что, например, если вы ведете свой учет в отдельной конфигурации, в отдельном ЗУПе, то, соответственно, все, что мы будем смотреть здесь для вас, ну, практически, так сказать, будет происходить на вашей территории. Ну, кроме этого, у нас блок ЗУП зарплаты управления персоналом входит и в другие конфигурации. Ну, например, комплексная или ERP. Соответственно, комплексная или ERP у нас с вами используется конфигурация ЗУП-ПРОФ. Если у вас используется другая конфигурация, то, в принципе, функционал у нас остается тем же самым, только может быть немножечко другое расположение интерфейса и блоков. Сейчас мы с вами перейдем в демо-базу. И я буду показывать вам на примере демо-базы. Ну, и мы будем с вами обращаться к слайдикам, так сказать, для того, чтобы зрительно более было запоминающимся и доходчивым изложением того, о чем мы будем разговаривать. Итак, переходим на нашу конфигурацию ЗУП. И нас будет интересовать, то есть начисление зарплаты у нас происходит в блоке зарплата. Кадровый учет у нас сосредоточен в разделе кадры. А мы с вами будем сейчас смотреть подраздел налоги и взносы. Как вы видите, здесь у нас есть рабочий интерфейс, то есть, допустим, начисление НДФЛ, ну, то есть разных налогов и налогов и страховых взносов. И интересовать нас будет два пункта. То есть первый пункт – это перерасчет страховых взносов. И другой пункт – это акты проверок страховых взносов. Как вы, наверное, обратили внимание, в предыдущих слайдиках и я вам показывала, собственно говоря, документы, которые должны предъявить вам сотрудники СФР. И, соответственно, ваша задача – проверить, чтобы эти документы были уже составлены по новой форме. Но, собственно говоря, 22 июля у нас уже прошло. То есть сейчас вам должны все эти документы предоставлять по новой форме. В противном случае это может быть признано нелегитимным, то есть ваша проверка может быть признана и нелегитимной, или проведена с нарушением и так далее. То есть вам нужно это учитывать, если, например, вы не согласны с начислениями, которые эта проверка вам выполнила, или если она провела некорректно саму проверку. В случае, если возникли какие-то нарушения, нас будет с вами интересовать перерасчет страховых взносов. Но вообще по результатам проверки вам должны вручить акт. И здесь у нас есть вот такое рабочее место – акт проверки страховых взносов. Значит, соответственно, кроме того, что мы должны принять огорчиться и унести изменения, мы должны будем внести, естественно, изменения и в текущую документацию, чтобы это правильно отражалось и в галтерском учете, и в налоговом. Ну вот я сейчас перешла по ссылке на акты проверок страховых взносов. У меня в качестве организации выбрана головная организация Крон-Ц, и у нее есть два филиала, то есть в городе Волгоград и в городе Калининград. И, соответственно, я выбираю Крон-Ц, то есть головную организацию. И здесь мы можем создать, то есть по кнопочке «Создать» мы с вами можем внести акт, проведенный, например, проверки. Формируется он, обратите внимание, по уже существующим документам. То есть, соответственно, у нас при формировании этого отчета автоматически заполняется содержание, то есть сотрудники, которые получили доход. Ну, то есть вы видите здесь шапку, то есть это те данные, которые должны заполниться автоматом. Но если вдруг что-то нужно другое, то есть в этом случае мы можем использовать кнопочку «Подбор» и выбирать тех сотрудников, по которым, например, обнаружили расхождение, уже из списка ваших сотрудников. И, собственно говоря, если их немного, то можно внести и руками, вручную. Есть еще закладочка «Сведения о доходах». То есть, когда мы выбрали сотрудников, мы можем здесь, то есть отразятся сведения о начислениях сотрудников и можно будет проверить, что же мы все-таки, где мы накосячили, где мы допустили ошибку. Сейчас мы закроем это, поскольку нам это не особо больше нужно. Мы глянули, куда сходить и где внести какой-то документ. И в случае, если мы по каким-то причинам сомневаемся, то у нас есть вот такая возможность. То есть, мы в разделе налоги и взносы, мы можем открыть отчет по начисленным налогам и взносам вот таким образом. И здесь у нас, соответственно, появляется целый перечень отчетов, которые мы можем использовать для того, чтобы проверить, а правильно ли нам начислили, например, там, нашли ошибку, начислили пение, начислили возмещение. Как вы видите, у нас здесь достаточно большой блок отчетов по НДФЛ. Есть вот проверка заполнения формы 6 НДФЛ и ФС-1. Но интересовательно с вами будет практически вот эти три отчета. То есть, первое – это проверка расчета взносов. В этом случае мы можем сравнить, где наши начисления вошли в конфликт с тем, что начислила нам проверяющая комиссия. То есть, здесь, соответственно, проверка расчетов уже происходит за конкретно выбранный период. Мы можем сформировать, например, ну, как в целом по организации, так и по филиалам. Я выбрала филиал вот города Волгограда. Ну, и, собственно, по кнопке «согласовать», «сформировать», извините, у меня формируется сам отчет. Отчет настраиваемый, так же, как, в принципе, большинство отчетов, которые мы в 1С сформируем. И здесь мы можем уже конкретизировать. Сейчас, пока у меня форма формируется. Ну, то есть, вот видите, здесь перечислены все. Ну, то есть, налогооблагаемая база, какие начислены доходы, какие начислены сборы и так далее. Эта форма имеет печатную форму, то есть, это можно либо распечатать, либо сохранить в файлик, либо, просто акцентирую ваше внимание, вот по этой кнопочке вы можете напрямую из программы 1С отправить сформированный отчет по нужному вам адресу. То есть, например, в фонд Восфер или там руководителю или еще каким-то вашим корреспондентам. Для этого должна быть включена возможность работать с электронной почтой. А в настройках у нас с вами есть вот такая возможность. То есть сейчас, как вы видите, у меня отбор идет по организации, а мы можем отбирать, например, по мужчинам, по конкретным физическим лицам, по статусу застрахованных лиц. И обратите внимание на предупреждение, что у этого отчета, то есть у настроек, сложная структура, и мы можем эту структуру самостоятельно настроить. Для этого нужно перейти по гиперссылке. И вот вы видите уже привычная достаточно форма выбора настроек. То есть мы можем сюда что-то добавить, мы можем отсюда что-то убрать. То есть это стандартная процедура работы с настройками отчетов. Сейчас мы это закроем, чтобы они нам не мешались. И посмотрим немножко другое. Я сейчас вернусь к слайдикам. Вернусь для чего? Чтобы еще раз зафиксировать ваше внимание на расположении, где мы все это можем посмотреть. То есть мы с вами находились в разделе налоги и взносы. И здесь мы с вами смотрели пересчеты страховых взносов и акты проверок страховых взносов. А после этого мы с вами пошли в проверку, то есть в отчет, который называется пересчет страховых взносов. И соответственно мы с вами уже в этом отчете сформировали какую-то таблицу с данными. Соответственно это у нас была закладочка исчисленные налоги. По кнопочке подбор можно было выбрать дополнительно каких-то сотрудников, если вас интересует какой-то конкретный человек. И смотрели мы с вами это, отчеты по налогам и взносам. И вот эти отчеты, которые собственно касаются предмета проверки, ну и собственно говоря, помогают найти ошибки, если вы перед этим что-то не учли и что-то не приняли. И вот он сам отчет, который формирует проверка расчетов и взносов. Теперь мы с вами снова возвращаемся в конфигурацию, в демоконфигурацию. И что нас здесь еще интересует. Обратите внимание, что раздел налоги и взносы у нас отражает действующие настройки и действующие документы, когда мы работаем с налогами и взносами. У нас есть еще раздел отчетность, который в принципе формирует все документы для отчета в фонд или в налоговую инспекцию. То есть документы, которые мы можем сформировать, справки по сотрудникам и дополнительные сообщения в контролирующие органы. Соответственно, это уже больше информационное сведение. И хочу обратить ваше внимание на одну тонкость. То есть эта тонкость называется сервис 1С отчетность. Он практически идентичен тому, что мы видим, например, в ERP, или в бухгалтерии, или в других конфигурациях. То есть сам по себе сервис 1С отчетность – это сервис, который помогает напрямую обмениваться информацией с фискальными органами. То есть вы можете не работать, например, если вы работаете с операторами электронной отчетности, например, Астрал, СБИС, Контур и так далее. То если вы подключаете 1С отчетность, то в этом случае у вас устраняется, скажем так, одно звено. То есть в обычном порядке мы формируем отчет, выгружаем его в файл определенного формата, и этот файл передаем оператору электронных отчетов. И, соответственно, уже оператор отправляет этот файл либо в налоговые органы, либо в СФР, ну, в зависимости от того, какой вы отчет сделали. А если мы используем 1С отчетность, сервис 1С отчетность, то в этом случае у нас устраняется звено обмена с оператором, и мы напрямую из 1С формируем файл, который передается в контролирующие органы. То есть в этом случае экономится как минимум день-два на пересылке сообщений или файлов туда-сюда. Если учесть, что у нас в этом году установлены очень короткие сроки для реагирования, то есть, например, по кадровым мероприятиям, типа при прием, увольнении и так далее, мы должны на следующий день после кадрового мероприятия предоставить отчет в СФР по форме ЕФС-1. И, соответственно, если у нас получены письма от фискальных органов, то у нас дается порядка пяти дней на то, чтобы представить либо пояснение, либо исправить те данные, которые вызвали замечания, то есть принять какие-то шаги. И, естественно, если из этих пяти дней мы два дня потратили на вот этот транзитный процесс, то получается, что мы сами себе сократили время реагирования, и, естественно, придется все делать в пожарном порядке. Еще один момент, который здесь у нас играет тоже достаточно большую роль, это личный кабинет. Сейчас у нас есть два варианта личных кабинетов, то есть конфигурация зарплата и управление персоналом. У нас есть личные кабинеты сотрудников. Они у нас располагаются в блоке и кадры, и зарплата. Вот мы на зарплате с вами посмотрим. Сервис 1С – кабинет сотрудника. То есть этот сервис у нас дает возможность подключиться напрямую к этому сервису кабинета сотрудника. Это очень несложно сделать. Это можно сделать без привлечения IT-специалистов. То есть, соответственно, поля, которые имеют такое красное подчеркивание, должны быть заполнены в обязательном порядке. Ну и, собственно говоря, более подробно почитать, что может этот сервис, мы можем вот по такой гиперссылке, то есть провалившись туда, мы получим более полную информацию. И, как вы видите, подключить личный кабинет сотрудника мы можем путем нажатия вот на эту кнопочку, то есть подключить, и дальше можно с этим работать. То есть сервис 1С – кабинет сотрудника дает возможность нашим работникам получить справки, минуя бухгалтерию, то есть не отрывая бухгалтеров от их основной работы. Ну, справки – это в основном по заработной плате, 182 Н и так далее. В этом случае человек может посмотреть все данные по своей зарплате самостоятельно. А есть личные кабинеты, которые отвечают за связь с фискальными органами уже юридического лица. Сейчас мы вот это закроем, это кабинет сотрудника. И находятся они в блоке 1С – отчетность. Если мы с вами переходим в блок, вот когда мы переходили, сейчас еще раз это смоделируем. Вот, например, неправильно зашла, ненаглядно будет отчетность и справки. Вот 1С – отчетность. Значит, в этом случае у нас будет в некоторых конфигурациях отражено в общем меню, а в некоторых вот такая линейка. И здесь есть у нас раздел «Личные кабинеты». Сейчас мы туда переключимся. И вот они, личные кабинеты, которые позволяют организации проверить и посмотреть какую-то информацию по новым и по старым сведениям. Обратите внимание на релиз конфигурации. То есть у меня вот здесь, вот, как вы видите, еще записи FSS, личный кабинет и дальше. То есть на самом деле в более поздних конфигурациях, релизах это уже звучит немножко по-другому. То есть у нас будет запись SFR и скобочках FSS. И здесь точно так же SFR и скобочках FSS. Поэтому, когда вы начинаете работать с программой, обращайте внимание на релиз, который у вас установлен. Посмотреть сведения о программе мы с вами можем вот по такой пиктограммке. Если мы сюда проваливаемся, то у нас вот такая пиктограммка из точки, то есть информация о программе, дает нам возможность посмотреть, какой релиз платформы у вас установлен и какая конкретно конфигурация у вас стоит. То есть, соответственно, сейчас у вас будут уже более поздние релизы. И, соответственно, если релиз актуальный на данный момент, то у вас будут уже новые формы, про которые мы с вами говорили сначала. И у вас не возникнет, собственно говоря, сложностей с формированием документов для фондов, например, и с отправкой отчетности. Снова переключаемся. Значит, вот здесь у нас с вами общий журнал вашей отчетности. Ну и, соответственно, если вам поступает какая-то информация, то есть требования, документы, которые мы уже с вами смотрели, о проведении выездной проверки и так далее, то здесь либо в разделе «Уведомления», либо в разделе «Письма». В зависимости от того, что вы хотите сделать, ну, в разделе «Уведомления» у вас будут сведения по поводу проведения вот этих проверок. И вам нужно в определенный срок дать ответ на уведомления и, соответственно, проверить, что у вас уже документы для проверки сформированы правильно и получили вы именно легитимные документы. Снова. Сейчас мы с вами переключимся немножко дальше. И хочу сказать вот что. То есть нам отчетность сейчас пока не нужна. А вот отчеты, которые по налогам и выносам, то есть мы с вами смотрели проверку расчетов и, соответственно, при проверке расчетов у нас практически формируется автоматом. У нас сведения, которые мы уже внесли в программу и, соответственно, проверка расчетов проводится на основании этих данных. Можно точно также посмотреть карточку учета страховых взносов. В принципе, форма карточки у нас не изменилась. И вот я выберу по крону С, то есть по своей головной организации. Когда мы формируем такую карточку, то у нас, в принципе, всем знакомая форма открывается. То есть с текущими константами и вот уже то, что у нас было начислено. Если мы используем карточку страховых взносов с разбивкой по филиалам, видите, флажок у меня филиалы стоит, то в этом случае опять эти всем знакомые карточки, но уже в группировке по юридическим лицам. поскольку у меня сведения были внесены только по головной организации, то у меня, естественно, здесь будут уже пустые фактически сведения. И теперь еще мы с вами можем посмотреть раздел кадров. Почему раздел кадров? Потому что вот практически одновременно с принятием новых форм, которые касаются отсрочек и рассрочек, были приняты новые правила по воинскому учету. Сейчас этому разделу посвящены очень много информации, комментариев и уделяется большое внимание именно организации воинского учета. Достаточно долго на этот вопрос смотрели так, пока нет срок, ну типа, а у нас нету, а ничего нам за это не будет и так далее. На самом деле сейчас ужесточены ответственность за подачу сведений, за ведение воинского учета. И, собственно, почему я хочу обратить ваше внимание на воинский учет, чтобы вы проверили, поскольку штрафы сейчас достаточно серьезные и проверяется и ведение учетов, и правильность учета, и сверка с военкоматами, предоставление военкоматам отдельных отчетов, то просто хочу напомнить, что в конфигурации зарплаты управления персоналом, что в конфигурации, например, ERP, для ведения воинского учета требуется провести несколько дополнительных шагов для активации этой функциональной опции. То есть что это значит? То есть мы должны зайти в конфигурацию и отметить флажок поставить, то есть чек-бокс о том, что мы ведем воинский учет. И, соответственно, в этом случае у нас появляются три новых отчета. Администрирование, предприятие. И здесь вот мы с вами должны использовать либо раздел администрирования для того, чтобы проставить этот флажок, либо общие настройки, допустим, включаем, проставить этот флажок. Ну, во-первых, бывают у нас вопросы, а что мы должны в заголовок программы. То есть это то, что вы видите вот здесь. Значит, здесь я должна написать, во-первых, там, например, мое ООО, там ромашка и так далее. То есть это информация, которую я буду видеть вот в этой строке. И, соответственно, она будет помогать мне сориентироваться, если у меня несколько юридических лиц. И вот сейчас мы с вами перейдем в раздел кадры. Когда проставлен флажок об активации, так сказать, работы с воинкоматами, то есть с воинским учетом, у нас с вами появляется раздел «Воинский учет». То есть, видите, здесь у нас предусмотрены документы, которые мы должны формировать для военкомата и, соответственно, отправлять их в военкомат по срокам составления отчетов. Такой же раздел у нас есть и в подразделе «Зарплата». И, соответственно, в этом случае перейти непосредственно к формированию таких документов. Мы можем с вами, например, из раздела кадры мы должны выбрать электронные трудовые книжки. И здесь у нас будет возможность формирования вот таких документов. То есть, мы сможем перейти в составление отчета для военкомата. То есть, выбрав соответственный пункт. Эти сведения мы с вами отражаем в отчете ЕФС-1. Это раздел 1.1. И, соответственно, они должны быть представлены на следующий день в отчете ЕФС-1 на следующий день после формирования самого кадрового документа. А для военкомата они должны быть сделаны в течение пяти рабочих дней. Этот срок увеличили. То есть, раньше было две недели, сейчас пять дней. И, соответственно, если вы этого не сделали, за это тоже предприятию грозят штрафы. Снова вернемся к нашим слайдам. И вернемся немножко назад. Я хочу обратить ваше внимание на то, что новые формы решений, которые применяет СФР, у нас, соответственно, датирован пятым месяцем, то есть 31 мая, и на официальном интернет-портале. То есть, если у вас возникают сомнения по каким-то формам документов, которыми оформляется, например, проверка СФР или проверка других каких-то фискальных органов, то в этом случае мы должны свериться с информацией, которая на официальном интернет-портале. И в этом случае там же у нас будут и сведения о воинском учете. Поэтому, если у вас, в общем-то, не велось, например, не велся воинский учет, то вам нужно в пожарном порядке это все восстановить информацию. И, соответственно, вот из блока зарплаты управления персоналом, из конфигурации, мы должны с вами будем сведения, которые требуются, подать и для воинского учета. Поскольку сейчас у нас идет переход на электронный документооборот, то, соответственно, у нас будут и сведения, например, в электронном формате о вручении повесток в электронном формате и другие документы. И если вы своевременно не подадите сведения или не отреагируете, то предприятию грозят крупные штрафы. И сейчас очень серьезно применяются эти штрафы и по поводу зарплатных налогов, то есть, соответственно, страховых взносов, и по поводу отчетности в воинский комиссариат. И, ну, в принципе, о кадровом делопроизводстве то же самое. У нас сейчас есть достаточно большое количество новшеств, которые касаются начисления других налогов, например, ДФЛ и так далее. И еще один момент, это я хочу обратить внимание вот на что. То есть мы с вами посмотрели, что заявление о предоставлении от срочки или раз срочки, ну, то есть вот механизм работы с такими документами у нас реализован, мы можем составить их и проверить. А кроме этого у нас с вами есть еще раздел отчетность справки. То есть здесь у нас опять с вами есть раздел 1С отчетность и, собственно, сведения, которые требуются для подачи в разные фискальные органы. Раздел настройка касается у нас с вами фактически, ну, как бы тех настроек, которые вы будете видеть в своей программе. И здесь нас интересует отчет по настройкам. То есть если вы сомневаетесь, какие настройки у вас были заданы в программе, и сомневаетесь, а куда нужно сходить, чтобы посмотреть все эти настройки, то у нас есть вот такой вот раздел настройки расчета зарплаты и кадрового учета. Нам формируется отчет по всем настройкам, которые у меня выполнены в программе, ну, соответственно, у вас выполнены в программе. И здесь, как вы видите, отражаются регистрационные данные и сведения, которые у вас уже внесены. И вы можете проверить, если что-то не так, то, соответственно, эту информацию надо поправить. И очень внимательно нужно отнестись к учетной политике. Потому что, соответственно, начиная от того, что здесь виды тарифов, которые у нас применяются при начислении взносов, спецоценка, чему сейчас тоже уделяют очень большое внимание. И, в общем-то, подробности других расчетов и начислений. Как вы видите, у нас здесь есть бухучет и выплата зарплаты, есть кадровый учет и, соответственно, раздел воинский учет. И настройки, которые мы задали при активации этого функционального блока. Хочу сказать про настройки. То есть, когда мы проставляем чекбокс, что мы ведем воинский учет, у нас есть возможность отметить, что, например, мы будем вести бронирование граждан на период мобилизации и на военное время. В этом случае у нас к отчету, который мы подаем в воинский комиссариат, добавляются еще две формы отчета, отчетов, которые мы должны подать. Соответственно, они должны быть согласованы в военском военкомате. И, соответственно, у вас должны справки, которые подаются в военкомат, точнее, карточки на каждое физическое лицо, быть заверены в военкомате. Ну, по расчету зарплаты, это, в принципе, более распространенный момент. То есть, начисление зарплаты производят все организации. А вот с воинским учетом у многих, особенно у женских коллективов, была проблема. Потому что, например, руководство или бухгалтер считал, что если нету на данный момент мужчин в организации, то и воинский учет вести не надо. Но, к сожалению, это не так. Настройки по расчету заработной платы и, соответственно, как вы видите, все настройки, которые вы используете. Обратите внимание на коды начислений. То есть, введение штатного расписания сейчас практически во всех организациях ведется. И здесь нужно учитывать вот какую особенность. Если мы с вами ведем учет заработной платы в конфигурации ЗУП, то есть зарплаты в управлении персоналом, то у нас есть возможность отключить введение штатного расписания. А вот если мы с вами работаем, например, в ERP, то там нет возможности отключить штатное расписание. Оно ведется в обязательном порядке. Поэтому, собственно говоря, вот эти вот аббревиатуры, то есть эти коды, нужно проверить, чтобы были, ну, соответствовали текущему законодательству. И, собственно говоря, в этом случае у нас будет электронный обмен с налоговыми органами, со всеми, в общем-то, вискальными органами. И мы сможем с вами оперативно и подавать сведения, и получать требования про проверки. И, в общем-то, самое главное, не пропустить нужные сроки. А вот этот отчет, настройка расчета заработной платы кадрового учета, у нас тоже также имеет стандартную систему настройки. Мы с вами ее смотрели уже. Мы можем выбрать вид простой или расширенный, например, и как бы конкретизировать некоторые параметры, то есть отборы, например, сортировку, оформление, структуру. То есть мы можем здесь что-то добавлять или, наоборот, убирать те настройки, которые мы не используем. Снова вернемся к нашим слайдам. И здесь нас интересует вот какой момент. То есть, соответственно, мы с вами поговорили про то, как оформляется заявление о рассрочке или отсрочке по уплате страховых взносов. Мы с вами посмотрели ситуации, в которых мы можем использовать такое право. Посмотрели формы документов, которыми это сопровождается и посмотрели, в каких случаях мы можем получить именно рассрочку. И мы получим рассрочку только на взносы на травматизм, то есть на материнские взносы мы такой отсрочки не сможем получить. Но для того, чтобы у нас приняли эти документы, мы должны будем еще подтвердить по какому поводу, то есть соответственно вот этому перечню, какой случай соответствует нашей ситуации. Но сейчас, к сожалению, чаще всего причиной предоставления отсрочки могут являться какой-то ущерб, причиненный стихийными бедствиями и соответственно какие-то случаи, когда вы, например, попали под санкции или еще каким-то образом ваше предприятие понесло ущерб. То есть для того, чтобы вам такую рассрочку предоставили, вы должны запастись подтверждающими документами, то есть документ, который подтверждает либо стихийное бедствие, либо другие случаи, которые дают вам право использовать рассрочку. Но, к сожалению, поскольку взнос на травматизм это, собственно говоря, несмотря на то, что тариф достаточно большой диапазон имеет, все-таки не самый крупный налог, который платит за зарплаты, это не НДФЛ, но, тем не менее, воспользоваться им стоит, особенно в период, когда стихийные бедствия сейчас летние, достаточно распространены по всей территории России. Теперь мы с вами снова вернемся к началу нашей встречи, к титульному листу, я хочу еще раз показать наши контакты, то есть нашу электронную почту, телефонные контакты, телеграмм контакты и наш адрес сайта. Собственно говоря, приглашаем вас к сотрудничеству, если у вас возникли какие-то вопросы по поводу нашего сегодняшнего вебинара, задавайте их любым удобным для вас способом, соответственно, если это будет письменное обращение, мы сможем и более подробно и более предметно уже касательно именно вашей ситуации вам ответить, ну и собственно говоря, все работы и услуги, которые связаны с программным обеспечением 1С, наша компания оказывает, так что приглашаем вас к сотрудничеству. На этом компания Кодерлайн заканчивает нашу встречу, мы благодарим вас за уделенное время, за проявленное внимание, будем рады дальнейшему сотрудничеству и надеюсь наша встреча была вам полезна. На этом разрешите попрощаться, хорошего вам дня, всего доброго. вечера. Продолжение следует... Продолжение следует...